От пациентки слабость, одышка мастектомия в анамнезе. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 51 года дата исследования 8 июня 2022 года область исследования, органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органов грудной клетки, легкие расправлены. В легких свежие очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. На верхушках легких плевропекальные наслоения. В обоих легких, преимущественно парокостально и в базальных сегментах, сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, фиброзные очаги до 3 мм, Ланг РАЦ-2. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяются. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 16 мм. В TH5 на 100 с 3 мм. В TH7 на 100 с 5 на 6 на 8 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам аорты, немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Правое молочное железо удалено. Данных за наличие местного рецидива не получено. При введении контраста очаги патологической воскулиризации и дефекты контрастирования сосудистого русла не выявлены. Заключение – убедительных данных за наличие секундарных изменений не получено. КТ-картина участков локального пневмофиброза, атеросклероза аорты, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. 29 декабря 2022 года доцент кафедры КМ.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. На момент проведения КТ с легкими нормально все было. Каких-то данных за продолженный рост опухоли или за метастазы нет. Очаги, участки фиброза – это все возрастная норма, какого-то значения в этом нет. Выражены дегенеративные изменения позвоночника. Они могут давать боли спине. Тут имеет смысл к неврологу обратиться. Если есть возможность, то следующее КТ лучше делать с другим лаборантом, в фазы сканирования не особо попали. Для поиска метастазов это значение не имеет. Но все равно неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok